Доброе утро, друзья! Вы на канале Все для Клёва. Мы с вами находимся на речке Днестр. Сейчас середина июля и у нас очередной рыбацкий эксперимент. Как всегда мы хотим поймать карпа и будем ловить такую кормушку. Кормушка от фирмы Потап с таким небольшим отводом. И хочу с вами поделиться информацией о преимуществах этой кормушки перед другими. В кормушке нет контакта свинца с водой. Груз залит пластиком и оки свинца не отпугивают рыбу. Дно кормушки плоское. Это позволяет при ускоренной подмотке быстро поднять кормушку на поверхность и исключает зацепы на закоряги и уступы на дне. Плоские выступы на дне кормушки позволяют хорошо держать ее на небольшом течении. Вот сейчас мы на Днестре. В принципе, я закидываю недалеко, метров 7-8, сразу за ближней первой бровкой. В принципе, она нормально держится. На кормушке нет застежки, за которую практически всегда запутывается поводок с крючком. Вертюжок впаянный в тело кормушки, посмотрите, и не позволяет перекручиваться леске, увеличивает чувствительность оснастки. Отвод у кормушки тоненький, эластичный и практически не пугает рыбу. Если необходимо увеличить проточность кормушки, всегда можно обрезать пластик в задней части кормушки. Сама кормушка такая изящная, из полимерного материала. Она гнется так. В принципе, приятно держится в руке. Друзья, всегда искал вариант ловли на течении, на горох. И вот этот вариант кормушки для меня кажется оптимальным. Горох легко проходит сквозь отверстия в кормушке. И это меня очень устраивает. Друзья, для того, чтобы производить оснастку, нам необходимо взять основную леску нашего удилища, продеть ее вот-вот. К концу лески привязать фетлюжок. Друзья, для того, чтобы получить еще градус у нас достаточно! И Dotца. Композиторная сухая, Композиторная сухая, Метеорда. Их, Композиторная сухая, Су. Метеорда. Уже поël. Су. и к крючку привязать наш поводок, крючок и с этой стороны петелечка наша, привязываем методом петля в петлю. Все, снасть у нас готова и можно на нее уже рыбачить. Первой попробовала наш горох тарань средних размеров, но только я успел положить ее в садок, как последовала мощная карповая поклевка. Посмотрите, как важно правильно настроить бейтранер на катушке. Если оставить шпулю катушки полностью затянутой, то возможно два исхода событий. Первый – ваше удилище окажется в воде, а второй – это разогнутый крючок или обрыв поводка из-за сильного рывка рыбы. Но каждый раз крутить фрикцион, то расслабляя его, то затягивая не очень хочется, поэтому спасибо человеку, который придумал систему бейтранер. А это наш первый карпик. Кстати говоря, всех карпиков, которых мы ловили, были от 800 грамм до полутора килограмм. Ну что, друзья, очередной карпик – это мелочь, но приятно. Вот такой вот карпик. Вот такой вот, друзья. Вы видите, какая скоростная ловля у нас началась. Поклевки следуют одна за одной. Стоило нам вытащить одну рыбу, тут же следует поклевка на другом филе. Друзья, очередной карасик. Вот такой. Наша фидерная оснастка позволяет экономно расходовать горох. Это дает нам возможность немного увеличить время между перезарядками кормушек. Ну что, друзья, это тоже побольше будет, где-то килограммчик карпик. Сейчас покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, ну что, очередной карпик. Это не может не радовать. Вот, друзья, наш карпик на горох, на нашу кормушечку от Потапа. Вот она. Работает. И это очень радует. Казалось бы, да? Вот тарань клюет, слушайте, такая крупная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, очередной карпик. И так, друзья, как я набиваю кормушку. Я ложу сначала немного гороха. И так немножко придавливаю, распираю его чуть-чуть. Это нужно сделать для того, чтобы при полете кормушки горох не разбрасывался. Все, и потом ее чуть-чуть еще добавляю и еще чуть-чуть прижимаю. Буквально немножко. Все. То есть поводочек у меня тоненький, 0,19. Крючок Кумака ЦОЭВ 22-й, 12-го номера. Вот такой вот маленький крючок. И горох я одеваю следующим образом. Я его протыкаю через две половинки, ну, вот так, на стыке, чуть-чуть буквально. Он надержится вот так вот. Видно, надеюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая смазь получается. Расстояние между перегородками в кормушке позволяет высыпаться гороху постепенно, держа рыбу в нужном нам месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забраться недалеко, буквально под первую бровку, не больше. Потому как течение большое, и кормушку все равно уносит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, очередной карпик побольше, килограммовый. О, хорошо. Работает и кормушка, работает и удилище хорошо, и сильверфиш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приятно, блин, приятно. Елки-палки. Смотрите, тут красавица. Вот он. Вот он, друзья, смотрите. Какой хорошенький. Смотрите. Бомба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, друзья, еще один карпик. Красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вот он, друзья, смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, очередной карпик. Где-то под килограммовый, где-то под килограммовый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой красавица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, тарань просто поражает мне свою величину. Ну, посмотрите, какой красавица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше ладони, посмотрите. Смотрите, какая тарань. Друзья, карасик хороший такой, мерный. На горох. За очень короткое время на ваших глазах мы увидели много разных рыб. Красавица. Выбор насадки и оснастки был очень удачный. Рыболовилось легко и быстро. Многие рыболовы желаются, что на дистре стало мало рыбы. Мы постарались показать вам, что правильное использование нашей снасти и способа ловли приводит к хорошему результату. Мы не ставили себе задачу выливить всю рыбу, а хотели получить результат из-за короткой рыбы. В следующем видео мы постараемся улучшить этот результат, чтобы подтвердить эффективность наших методов ловли и оснасток. И что сегодняшний результат был не случайным. Если видео было полезным и интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал «Всё для клёво». И будьте с нами. До скорой встречи на рыбалке. Пока.